начнем мы с вами рассмотрение операции нашу уровень сущности с трех типовых методов которые осуществляют добавление удаление и обновление записей сущности начнем с добавления реализуем код добавления в компоненте отмечу что добавление обновление удаление можно разбить на две части сама операция и обработку результата операции это может быть как успешное выполнение операции такая ошибка первым делом опять же в начале файла объявляем севдонимы нэнспейс обратите внимание на класс академии d7 book table это класс нашей сущности как раз с ним мы и будем работать метод добавления называется это данный метод является статическим и вызывается от нашего класса сущности добавляем имя год издания асбн фиа автора время и дату поступления в магазин прошу обратить внимание что дату и время мы добавляем не просто как строку а как экземпляр класса data time также указываем описание само добавление мы разместили в методе класса компонента и вызываем метод в экзекьют компонент метод добавления нам возвращает результат добавления в виде объекта от данного объекта мы можем вызвать ряд методов из success проверяем статус результата если данный метод вернут true то добавление произошло успешно в этом случае мы с помощью методы get id получаем один результата и формируем соответствующее сообщение в случае если у нас произошла ошибка то мы можем с помощью метода get error message вернуть массив сообщений об ошибках мы выводим соответствующее сообщение об ошибке открываем страницу на которой наш компонент размещен как видим у нас вводят сообщение об успешном добавлении записи и один добавленной записи если обновим еще раз у нас добавится еще один элемент теперь реализуем вариант который приводит к ошибке реализуем в методе war2 мы добавим все так же как в первом варианте но не укажем обязательное поле название проверяем что у нас в данном случае произойдет у нас произошла ошибка при добавлении не заполнено обязательное поле name также при описании сущности у нас есть возможность для полей указывать значение по умолчанию то есть вы можете не заполнять такое поле даже если оно обязательное но вы указали значение по умолчанию давайте у поля дата и время вступления магазин укажем значение по умолчанию для этого нам нужно указать параметр default value мы укажем не некоторое фиксированное значение а вычисляемый результат в данном случае мы передам объект класса дата time но без переданных конструктору параметров в таком случае будет возвращена текущая дата и текущее время хочу обратить ваше внимание что значение параметра default value может быть любой колыбу имя функции массив из класса объекта и название метода или анонимная функция проверим как это все работает мы не указали поле даты и времени поступления книги в магазин но сделали данное поле обязательным загружаем страницы и у нас произошло успешное добавление посмотрим на результат работы в базе данных находим наш добавленный последний элемент и как видим есть у нас все ранее добавленные книги имеет время 4 сентября 15 года полночь то последний элемент имеет фактическое время добавления я вам наглядно показал как мы можем добавлять элементы и как обрабатывается тайная ситуация придем теперь к обновлению элемента мы также реализуем отдельный компонент для показа примера кода обновим у элемента с 1 название сделать это мы можем с помощью метода апдейт первым параметром передаем идея обновляемого элемента а вторым набор полей который мы меняем аналогично методу это указывать в этом наборе нам нужно только те поля которые мы изменяем у нас ранее элементы добавлять с названием книги для теста а теперь название будет книги для теста измененная метод апдейт также возвращает объекта результата аналогично методу добавления который мы на аналогичным образом можем обработать открываем страницу где мы разместили наш компонент как видим у нас вывелось сообщение об изменении записи с айди один проверим в таблице как у нас произошло обновление у элемента с айди один изменилось название ну и последний перейдем к удалению для удаления используем метод дэлэйт данный метод принимает только один параметр один удаляемого элемента мы удалим элемент с указанным айди также обращаю ваше внимание что в данном случае к объекту результата не применим метод как айди мы не можем узнать айди удаленного элемента по результату поэтому метод get айди мы убираем иначе будет ошибка все остальное также открываем страницу где мы разместили компонент для удаления как видим удаление у нас произошло элемент с указан айди перестал существовать также хочу обратить внимание что если мы обновим страницу еще раз то у нас произойдет попытка удаления уже удаленного элемента и никакой ошибки не будет это происходит потому что удаление не существующие элемента в mysql не является ошибкой а системе пришлось бы перед удалением проверить существование элемента делая дополнительный запрос поэтому вы должны помнить о такой особенности и не надеяться на то что попытка удаления не существующие элемента обязательно должна завершиться ошибкой также прошу обратить внимание что все приведенные методы служат для добавления обновлений и удаления одного элемента если вам необходимо удалить или обновить группу элементов то вам нужно это будет делать в цикле штатных метод для такой пакетной обработки не существует в рэм